АЛАБИНСКАЯ САМАРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА АЛАБИНСКАЯ САМАРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА С 6 утра до 12 ночи. Станция, интерьеры которой выполнены в классическом стиле, дань уважения Петру Владимировичу Алабину, государственному и общественному деятелю, писателю и журналисту, имя которого неразрывно связано с историей нашего города. Одним из первых пассажиров на Алабинской стал и наш корреспондент. В духе купеческой Самары фонари, старинный шрифт и лавочек гораздо больше, чем на других самарских станциях. Впечатления от Алабинской оправдали ожидания самарцев. А ждать пришлось 7 лет. Дату открытия постоянно переносили. Но в 2014 году на завершение строительства из областного бюджета выделили 1,2 млрд рублей. В 4 раза больше запланированной ранее суммы. И вот пуск дан. Татьяна Кондратьева первая прошла через изящные турникеты на Алабинской. Почти факт биографии. Сотрудники метрополитена вручили девушке памятный сертификат, транспортную карту, на которой уже лежит тысяча рублей, и сувенирные жетоны с изображениями станции Самарского метро. Долго ждали открытия этой станции. Ходили, смотрели, смотрели, когда же ее откроют. Ну и очень рады, что, в принципе, открыли как раз зимой, как и обещали. На самом деле я пользуюсь метро, и для меня это будет удобно. Пробный пуск на Алабинской состоялся в конце декабря прошлого года. Строительную готовность станции оценил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Затем прошли пусконаладочные работы. Обычно они занимают порядка двух месяцев. В случае с Алабинской уложились за один. В процессе пусконаладочных работ наши работники, они осваивают оборудование, его воспринимают, и они обучаются, познают. То же самое происходило и здесь. Здесь то оборудование, которое сейчас внедрено, оно на 4-5 ступеней, ну, современнее, чем то оборудование, которое эксплуатируется на действующей линии метрополитера. Работа всех систем станции отлажена. Поезда ходят по расписанию. По примерным подсчетам, пуск еще одной станции увеличит пассажиропоток в Самарском метро на 20%. Даже в выходной день за полчаса со станции уехали более сотни пассажиров. Мы сейчас из библиотеки, и как раз для нас это очень удобно. Раньше мы добирались с пересадкой в библиотеку, а теперь сможем ездить прямо от дома сюда к библиотеке. И станция яркая такая. Я очень долго ждал, потому что у меня на станции метро «Победа» гараж. Я 20 минут добирался только до российской, а теперь я за 20 минут буду до гаража. Классическая, она светленькая, мраморная, просто прекрасная. Не надо тут лишнего и ничего нет. Пока 10-я станция Самарского метро будет работать в усеченном режиме. Поезда от российской до Алабинской будут следовать по одному тоннелю, а интервал движения увеличится до 10 минут. В полную силу Алабинская заработает, когда завершится строительство камеры съездов. По предварительным данным, в 2016 году. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Те, кто может добраться до работы и до дома на метро в выигрыше, в Самаре объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни метеорологи прогнозируют усиление ветра, повышение температуры воздуха, осадки в виде снега, метели, ледяной дождь. Главам районов поручено заранее подготовиться к возможным снегопадам. Совместно с управляющими компаниями и предприятиями города составить перечни бригад дворников, которые выйдут на уборку улиц и крыш домов от снега в экстренном режиме. Не должно ослабевать и внимание к расчистке тротуаров. Такую задачу главам районов поставил мэр Самара Олег Фурсов. Волна критики по поводу обледенелых и заснеженных тротуаров во дворах и рядом с домами сошла. Но нерасчищенных участков много. Свои претензии мэр высказал в адрес глав Самарского и Ленинского районов. Попробуйте, походите пешком по этим тропинкам сами. Я думаю, тогда понятно станет критика со стороны горожан. Надо поактивнее здесь действовать. Управляющие компании, мы с вами договаривались, что мы их начнем проверять. Неделю назад зашли проверки. Я думаю, к 10 числу станет ясно, как они деньгами распоряжаются, насколько эффективно. Я вижу много, понимаете. Стараюсь не сидеть в кабинете. И хочу, чтобы вы тоже на это обращали внимание. Тем более, имея такой опыт работы. Также Олег Фурсов напомнил, помимо работы управляющих компаний, к уборке города от снега можно привлекать осужденных на общественные работы. А совместно с Центром занятости расчистку дворов, как подработку, можно предложить подросткам в свободное от учебы время. К нам в редакцию продолжают звонить жители, недовольные работой управляющих компаний. Некоторые обращаются уже не в первый раз. К примеру, во двор Гертруде Алексеевой наша съемочная группа уже выезжала. В январе женщина жаловалась на нечищенный двор. После выхода сюжета двор пенсионерки почистили. На этот раз Гертруда Алексеевна озаботилась другой проблемой. Я не претендую на Голгофу, то есть на путь Христа. Но путь этот ничуть не менее тернист. И самое главное, с постоянной угрозой, с постоянным напряжением. Гертруда Петровна рассказывает, каждый выход из дома превращается в мучение. Когда после съемок сюжета для программы события во дворе ее дома появился трактор, женщина обрадовалась и решила, жизнь наладилась. Но не тут-то было. Дорогу вдоль дома почистили, а наледи снежные глыбы оставили. По этой части это вообще невыносимо. По дам Антарктиды, по-моему, проще пройти. Тогда 80-летняя Гертруда Петровна сама взялась за лопату. Не дожидаясь помощи управляющей компании, расчистила опасный участок двора. Я вот это вот от подъезда и вот этот торец и туда вот до того магазина сама прочистила. На жалобы жители в управляющей компании ПЖРТ промышленного района не реагируют. Вежливо выслушивают, но никаких мер не принимают. У вас там бордюр-то нет, Герт Петровна, вы же прекрасно знаете. Там дорога и бордюр в одной линии. Вот в чем проблема. Ну так вот, ну так и сделайте, прочистите хотя бы ото льда его. А так жить в изоляции, то что вот я не могу выйти ни в аптеку, ни в больницу. В управляющей компании сумасшедшие очереди и недовольные люди, которые жалуются буквально на все, начиная от нечищенных тротуаров и заканчивая отсутствием начальника. В нашей съемочной группе все же удалось дождаться руководителя и заручиться обещанием устранить проблему. Ну еще раз мы песком, конечно, посыпем, постараемся взять. Вот сейчас погода, если будет, то обещают нам потепление, минус 4. Нет, Герт Петровна, ну как песок? Песок не спасет. Тональ, который есть сейчас на дороге с соляно-песчаной смесью, мы ее постараемся убрать, чтобы вам можно было идти. Все-таки сделайте до головы асфальта. Вот я про это и говорю. В ближайшее время от частных коммунальщиков ждет лицензирование. На рынке коммунальных услуг наведут порядок. Около 250 управляющих компаний пройдут своеобразный экзамен на профпригодность. Валерия Квасневская, Павел Пресняков. События. Между тем, только за минувшую неделю в больницу Пирогову поступили около 20 человек с травмами, полученными на улице. В детскую травматологию больницы Калинина 45 человек. Последний несчастный случай произошел в воскресенье. На склоне площади Славы из-за неудачного спуска с горы был серьезно травмирован мужчина. Врачи скорой на носилках погрузили его в автомобиль и доставили в травмпункт. Незадолго до инцидента к ответственным за содержание склона обращались активисты Общероссийского народного фронта. Они просили установить предупреждающие аншлаги, призывающие не кататься с горы. После чего склон был перегорожен сверху сеткой, которая, впрочем, не мешала любителям экстремального отдыха кататься с опасной горы. Кстати, самарские активисты предложили установить постоянный пост почетного караула у Вечного огня на площади Славы. Возможно, это помогло бы предотвратить дальнейшее травмирование людей на склоне площади Славы. Сегодня 72-я годовщина со дня победы в Сталинградской битве. Оборону Сталинграда советские солдаты стойко держали полгода. Эта битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Потери фашистской Германии и ее союзников превысили полтора миллиона человек. Советская армия потеряла больше миллиона солдат. В памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений и ценой собственной жизни преградил путь к врагу, к Вечному огню на площади Славы ветераны возложили цветы. Немцы рассчитывали после Москвы, если не удалось, то перерезать Волгу и этим самым обеспечить удачу фашистским войскам. Но наше командование разгадало и сделало все возможное для того, чтобы спасти Сталинград. Только нужно поклониться тем солдатам, тем товарищам по оружию, которые разгромили фашистские войска. Война одна на всех и у всех своя. В одной из самарских школ открыли мемориальную доску герой афганской войны Альберту Халиулину. В 19 лет он трагически погиб от выстрела снайпера. В 83-м году он закончил 85-ю школу Самары, в которой о нем помнят до сих пор. Татьяна Канаева с трепетом и болью в сердце возлагает цветы к мемориальной доске своего ученика Альберта Халиулина. В 85-й школе она проработала 30 лет. Этот выпуск был у нее первым после института. У каждого ученика были планы на жизнь. 17-летний Альберт заводила класса, красивый и перспективный юноша, в армию не собирался и даже поступил в институт. Но судьба распорядилась иначе. В 1984-м на войне в Афганистане он погиб. Красивый парень был. Действительно красивый и как человек красивый. Веселый, жизнерадостный. Вот как-то вот он любил жизнь. Захотел, ну на кардионе нет, захотел на гитаре. Он научился играть сам на гитаре. Они постоянно пели, то есть выступали. Вот попросили его, то есть предложили. Вот стал знаменосцем. В этом году Альберту Халиулину исполнилось бы 50 лет. К этой дате в школе решили увековечить память о нем и повесить мемориальную доску. Теперь каждый ученик знает о подвиге героя. Он стоял на месте как положено. Исполнил свою присягу, свой долг. Стоял на месте, несмотря на то, что снайпер перебил ему сону артерию. И все равно стоял до последнего. Он был учеником из первого выпуска нашей школы. Одним из самых ответственных. Он воевал в Афганистане. Получал награды. Я считаю, что он все это заслужил. В Самарской области много героев, воинов-интернационалистов, о которых стоит рассказывать молодому поколению, чтобы знали об их подвигах, чтобы гордились и чтобы помнили. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Беспрецедентный случай. Руководитель ТТУ Андрей Спиридонов через интернет ищет граффитистов, избивших сотрудника его службы. Инцидент произошел на пересечении Киевска и Тухачевского 1 февраля. Любители баллончиков с краской попытались разрисовать трамвай первого маршрута. Водитель хотел их остановить и был избит. Когда руководитель ТТУ обратился за помощью к интернет-пользователям, те выдвинули версию, что за произошедшим стоит некая команда 183, участники которой ранее выкладывали в сеть видеоролик со своими художествами на других самарских трамваях. Вандалов будет искать полиция. Зимний забег на десятки километров. Любители лыжного спорта со всей губернии приняли участие в марафоне Соколь-Егоры. Испытать себя в областную столицу приехали более 200 человек. Чтобы борьба была честной и жюри не ошиблась ни на долю секунды, на спортивном празднике применялись передовые технологии. Впереди их ждут десятки километров пути и незабываемые эмоции. На заветной финишной черте победители определяют доли секунды. На случай, если рука судьи с секундомером дрогнет, время прибытия с точностью вычислят вот такой датчик. Лыжная битва для всех желающих. Марафонцы поделились только по гендерному признаку. Мужчины бегут 50 километров, женщины 30. Тамара Семеновна Григорьева – десятикратная чемпионка мира по лыжному спорту. А также семикратная бабушка и трехкратная прабабушка. В этом году ей исполнится 76. Спортсменка лихо обгоняет молодых соперников и в числе первых уходит на следующий круг. Выходит Тамара Григорьевна, ее преследует Нина Черепей. Я вот не дышу вот так, вот так, не дышу, спокойно работаю. Пульс, вот прошла я проверку врачебной диспансеризации, даже удивился врач, удивляется. Кардиограмма хорошая, поступление кислорода в сердце, это работает нормально все, вроде бы так, что буду заниматься. Каждый год у меня высшие результаты. Надо вот стареть, вроде бы, а я вроде бы как молодежь, с молодым и бегаю, и как-то чувствую, и как молодая. Традиция проводить в Самаре лыжный марафон зародилась еще в 80-е годы, но в 90-е прервалась. Теперь любители зимних гонок на Соколих горах будут встречаться ежегодно. Единственное, что требуется от участников – быть в форме. Километровые дистанции просто так не покоряются. Каждый участник должен быть подготовлен. Просто так встать и пройти 50 километров – это невозможно. Потому что это определенные дни, месяцы, года тренировок для того, чтобы пройти эту дистанцию. Поэтому все участники прошли каждый для себя определенную подготовку. И, соответственно, вот это трудолюбие и упорство, и выносливость, которую они приобрели, сегодня они будут проявлять на дистанции. Сильнейшим спортсменам на финише – кубки и денежные премии. Общий призовой фонд – более 200 тысяч рублей. 2 февраля во многих странах отмечают День сурка. Считается, что животное в этот день дает прогноз погоды на всю предстоящую весну. Правда, в нашей циклично повторяющейся жизни практически каждый день есть День сурка. Наша съемочная группа отправилась в зоопарк, чтобы узнать, какую весну нам предскажет местный сурок и какое отношение он имеет к повторяющимся событиям. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые дети! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые школьники! Учитель с 30-летним стажем Марина Ковшова вычитает и умножается своими учениками изо дня в день. В школе говорят – повторение, мать – учение. Но порой одни и те же события становятся бесконечным Днем сурка. День сурка и как для учеников, и для меня, наверное, на протяжении 30 лет День сурка есть и будет. И без этого невозможно. В этом вся наша память. Самые крутые Дни сурка, наверное, у нас, у педагогов. Большинство людей под Днем сурка подразумевают своеобразную петлю времени, повторение одних и тех же событий, действий. Наверное, подобная монотонная деятельность может встретиться в любой профессии, не только у учителей, но и у творческих работников. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева, и пришло время универсального формата на телеканале «Самаргиз». Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева, вы смотрите телеканал «Самаргиз». Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева, и пришло время универсального формата. Даже интересная и разнообразная работа может стать монотонной, и иногда День сурка подбрасывает настоящую свинью. Был эфир за эфиром, эфир за эфиром, были записи еще, и в один прекрасный день я пришла на работу с чувством невероятным, что все, наконец-то сегодня я смогу отдохнуть и заняться какими-то текущими неэфирными делами. Как вдруг прибегает охранник, говорит, Юля, пришли гости на эфир. Ну, пришлось мобилизироваться, быстро побежать в гримерку, как-то себя привести в порядок, уже выйти к гостям и провести записи эфира достойно. Единственный, кого не заботит пресловутый день сурка, это сам сурок. Народная примета гласит, что проснувшись, сурок должен выйти на улицу и принять важное ответственное решение. Если он начинает сладко потягиваться и умываться, значит теплая весна не за горами, но если бежит обратно в норку, значит до тепла еще далеко. На российской широте в феврале месяце еще очень холодно, поэтому наш сурок продолжает сладко спать. Ну что ж, не будем ему мешать и подождем, когда он проснется. Сотрудники зоопарка говорят, наши спать будут чуть ли не до середины марта. А с просонья очень хотят кушать. Сочные корма, фрукты, овощи, то есть морковка, яблоки, зерно. Судя по поведению нашего сурка, морозы еще не заканчиваются. Все мы продолжаем пребывать в ожидании тепла. Единственный зверек, вышедший из спячки и дающий нам надежду на потепление, это ласка. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, Константин Головин. События. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Samaragis на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Samaragis. В Центральном банке отмечают рост вкладов в рублях. Это происходит потому, что рубль стабилизировался и проценты по рублевым вкладам выросли. Количество долларовых вкладов составляет менее 30% от общего количества депозитов. Ранее было принято важное решение об увеличении суммы страхового покрытия вкладов с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это стало дополнительной гарантией для вкладчиков банков. Кроме того, резкое повышение ставок по депозитам было в банках в конце декабря и в основном затронуло краткосрочные вклады. Однако затем банки выбрали более разумную политику. Всего за месяц цены на электронику увеличились на 20-30% по сравнению с декабрем и вырастут еще настолько же. Планшеты, ноутбуки и смартфоны прибавили в цене до 80%. В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электроботовой и компьютерной техники считают, что цены будут подниматься и дальше. Однако пока нельзя дать прогноз, насколько сильно. По прогнозу, импортные товары весной могут подорожать примерно на 30%, поскольку это будут уже поставки по новым договорам, заключенным с учетом резкого роста курса валют. Свой вклад в увеличение цен в ближайшей перспективе внесет и новый утилизационный сбор на бытовую электронику. Вот уж действительно, купил айфон, положил в задний карман, сел в машину, услышал хруст и подумаешь, господи, хоть бы это был перелом позвоночника. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1656 пунктов. Среди лидеров роста Распадская, Мичел, МВидео, Интеррао и Башнефть. Аутсайдеры Яндекс, Ростелеком, Транснефть и Полюс Золото. Перед открытием рынка в России сложился нейтральный внешний фон. Пятничные торги на американском рынке прошли на отрицательной территории. На азиатских площадках динамика торгов также преимущественно отрицательная. Черное золото смогло пробить отметку в 50 долларов за баррель. Курс доллара на 2 февраля 68,92 рубля, курс евро 78,11 рубля. Золото стоит 2800 рублей за грамм, серебро стоит 38,63 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 51,96 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Дарья Касаткина завершила выступление на теннисном турнире в США. Денис Ткачук останется в крыльях до истечения срока контракта. Лада нанесла сокрушительное поражение нефтехимику. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина завершила свое выступление в международном теннисном турнире The City of Sunrise Pro Tennis Classic в США. В пятницу в рамках второго круга соревнований 17-летняя Касаткина уверенно переиграла 15-летнюю хозяйку корта Катерин Белес со счетом 6-4, 6-1 и вышла в четверть финал. Матч со следующей соперницей, 30-летней Эдитой Галовец-Холл из Румынии, оказался для Касаткиной сложнее. Россиянка проиграла в первом сете, однако с трудом выиграла остальные два. Накануне Касаткина выбыла из турнира с призовым фондом 25 тысяч. В полуфинальном матче она уступила испанке Саре Сарибе Стормос с разгромным счетом 6-0, 6-0. Полузащитник Крыльев Советов Денис Ткачук прибыл на сборы Самарского клуба в Эмиратах. Футболист, находившийся на сборе с питерским «Зенитом», сказал, что он вернулся в Крылья с желанием и готовностью отработать свой контракт с клубом до конца. Ранее появлялась информация, что контракт полузащитника с Крыльями рассчитан до июля 2015 года. Также на сборы прибыл председатель Совета директоров Крыльев Советов Дмитрий Шляхтин, который на собрании команды заверил футболистов и сотрудников в том, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, клуб твердо намерен выполнить все контрактные обязательства. В воскресенье «Лада» принимала на своем льду «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча закончилась с разгромным для гостей счетом 6-2. Тольяттинцы начали игру неудачно, заработав шайбу в свои ворота уже на первой минуте. Игра вышла напряженной, и на поле часто вспыхивали рукопашные схватки. На 23-й минуте счет стал равным с помощью Мартина Затевича. На 27-й минуте «Лада» организовала выход 2 против 1, и Антон Шенфельд снова поразил ворота «Нефтехимика». На 31-й минуте Георгий Белоусов забросил третий гол. Через минуту Виталий Шулаков забрасывает четвертую шайбу. Чуть позже Петер Подхартский сделает счет 5-1. Лишь на 47-й минуте Максим Рыбин смог поразить ворота «Лады», однако через минуту Георгий Белоусов забрасывает свою вторую шайбу в игре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова